Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение книги «Деяний святых апостолов». И мы читаем заключительную, 28-ю главу этой книги. Первая тема – это «Павел на острове Мелит». Потом рассказывается о прибытии в Рим, о встрече Павла с римскими иудеями, когда он по своему обыкновению отправится к ним, пригласит их к себе, и окончание этой книги. Книга «Деяний святых апостолов» – это незавершенная книга. Это книга, которая обрывается как бы на полусловие. В конце этой книги нет слова «Аминь». Это связано с тем, что история церкви, она не оканчивается на апостолах, она продолжается. Она пишется сегодня и сейчас каждым христианинам, который в той или иной степени осуществляет свой апостолат. Как сказано вы, письмо Христово, всеми узнаваемое и всеми читаемое. То есть история церкви теперь и сейчас пишется, исходя из того, какими являемся мы, христиане, начала XXI века. Итак, мы читаем 28 главу с первой стиха и ниже. «Спавшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит, и на племенники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». То есть жители этого острова, они помогают потерпевшим кораблекрушение. «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда и хидна, то есть змея, выйдя от жара, повисла на руке его». То есть она его укусила и повисла. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верный этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. В иудейской традиции есть такой интересный рассказ о том, как один иудейский законноучитель проводил занятия с учениками в саду, и вдруг ползет змея, очень опасная, ядовитая. И этот учитель стал колотить ее палкой, но она как-то так выворачивалась и уползла. И через некоторое время услышали крик через несколько домов, эта змея укусила человека. И этот законноучитель сказал, она была с посланием от Господа явно. И вот эти люди, они удивились, казалось бы, после кораблекрушения все спасены, какая милость богов. Они были многобожники. И вдруг змея кусает человека, который спасся от воды и от бури. Им показалось это очень странно. «Но он, то есть Павел, встряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда». Возникает вопрос, а почему он не потерпел никакого вреда? Давайте посмотрим, что говорится в Евангелии от Марка, 16 глава, 17-18 стих. «У веровших же будут сопровождать сии знамения». Это слава Христа. «Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит им». То есть Христос предсказал, что змеи настоящим христианам едва ли могут повредить. Поэтому то, что он сделал, он сделал, уповая на слова Христа. Но он, встряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он бог. А то его назвали убийцей, теперь называют богом. Ну, язычники, что с них взять? «Около того места были поместья начальника острова, то есть губернатора острова, именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его». А почему так действует Павел? Опять открываем Евангелие от Марка, 16 глава, 18 стих, слова Христа. «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Мы видим, что Павел действует в каждом случае в соответствии со словами Христа. «После сего события, когда Павел исцелил этого человека в горячке, и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным». То есть это повествование от Луки, то есть от свидетеля этих событий. «Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. И приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию. И как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев, то есть христиан, и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу по Апиевой, до Апиевой площади, то есть идя по Апиевой дороге, и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». Вот в наше время тоже любой православный христианин может прибыть в любой город, он обязательно найдет там других православных христиан. Ну, конечно, есть страны, где почти нет православных, но чаще сейчас народ православный рассеян по лицу всей земли. Всегда бывает очень радостно. Я как-то на пляже загорал в Мексике. Ну, как люди загорают? В семейных трусах сижу, загораю. Вдруг ко мне подбегает ребенок, за ним бежит его мама. Ребенок у меня берет благословение, подбегает мама. «Отец Олег, благословите, благословите с вами сфотографироваться». Я говорю, ну, я хоть что-нибудь одену, а то как-то это выглядит не очень. То есть христиане уже тогда распространялись везде. И они ободряют Павла и его спутников. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стригущим его». То есть был пока свободный режим, потому что предварительное заключение не одобрялось для граждан. Если суд определит, что виновен, тогда да. Тогда законы были, кстати, более гуманные, чем наши современные законы. Наши суды вообще сейчас не выносят оправдательных приговоров. Это крайне редкий случай. Суд все время следует за стороной обвинения. То есть наша фемида теперь, она с повязкой на глазах, но явно одна сторона, которая смотрит на сторону обвинения, приоткрыта. Ну, мошенники. Далее. Встреча Павла с римскими иудеями. Через три дня Павел, созвав знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в вузах из Иерусалима предан в руки римлян. Из аналов Тацита, римского историка, мы знаем, что иудейская диаспора жила в Риме за Тибром. Там было целое поселение. Они, судив меня, хотели освободить, то есть язычники хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины и достойной смерти, но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у Кесаря. Здесь он сам как бы понимает, что он вынужден был это сделать, а если бы он немножко потерпел бы, его бы освободили еще при встрече с Агриппой. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ, здесь он говорит, я потребовал суда Кесаря не для того, чтобы свой народ обвинять. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Надежда Израилева – это Мессия, Пащиах, Христос Иисус, наш Господь. «Они же сказали ему, мы ни писем не получали от тебя из иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учение везде спорят». Имеется в виду христианское учение, о котором много спорили. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, иудеи, римские иудеи, и он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, то есть проповедовал Евангелие, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков». В Библии тогдашних христиан был только Ветхий Завет, поэтому они доказывали святость Христа, Иисуса из Назарета, что он Мессия, через Ветхий Завет. «Одни убеждались словами его, то есть становились христианами, крестились, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим, через пророка Исаию, так как многие из них не поверили. Павел цитирует Исаию. «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумейте, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. То есть еврейский народ по пророчеству Исаии не оказался способным принять весть о Христе, а языческие народы италийские, римские, эллинские, скифские, варварские услышат. «Когда он сказал это, иудеи ушли много спорей между собой». Ну, спори, значит, часть из них заинтересовались христианством, как минимум. И эпилог книги Дианистых апостолов, как я говорил, она обрывается, эта книга, на полусловие. «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех». Что значит на своем иждивении? Он опять прибегает к своему ремеслу. Он был скинетворец, то есть изготовлял палатки и продавал их на рынке. Хотя он мог пользоваться поддержкой местных христиан, но он старался зарабатывать своими руками. «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Здесь как бы резко прерывается книга Дианистых апостолов. Из церковного предания мы знаем, что в Риме происходит встреча апостола Павла с апостолом Петром, который и основал римскую церковь. Потом начинаются гонения императора Нерона, и в один день два первоверховных апостолов, Петр и Павел, будут казнены. Петр будет распят вниз головой, так как он скажет, «Я не достоин быть распят, как мой учитель». Павел, как римский гражданин, будет казнен через отрубление головы. Итак, мы окончили с вами изучение книги Дианистых апостолов, но в некотором смысле это изучение этой книги продолжается, потому что история церкви не оканчивается на апостолах, она продолжается в каждом из нас. И сможем ли мы вписать что-то положительное в эту удивительную книгу? Или, как сказано апостолу Павла, «Ради вас имя Божие хулится между язычниками». Да не будет так! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!